Урок четвертый крэш-курса принципа математического мышления называется ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В МАТЕМАТИКЕ. Ну, это, конечно, сердце самое. Потому что здесь я объясню, как в математике приходят к заключениям, то есть что такое истина вне математики. Это какое-то знание, которое добыто там итеративным путем, какими-то разговорами, уточнениями постепенными, согласием между экспертами, ну и оно всегда как бы носит нечеткий характер. Мы там почти ничего не знали, мы уже довольно много знаем и понимаем глубоко. В математике все не так. Математика – это идеальная область, в которой просто четко есть гипотеза, это что-то, что мы предполагаем, но еще не знаем, верно ли. Ее можно опровергнуть, это если привести контрпример к ней. Доказать строго – это если, значит, провести рассуждение, нас убеждающее на строгом языке, что она верна. Вот, и тогда гипотеза превращается во что? В теорему. Она становится теоремой, ее доказывают. Но все-таки из чего-то мы исходим, да? Вот в начале что-то стоит, из чего мы все выводим. Считается, что это аксиомы. Но, на самом деле, я бы сказал так, что аксиоматический подход математики – это уже попытка как бы прямо все строго поставить на формальные рельсы, и на этих рельсах в некотором месте поезд разбивается об стену теоремы Гёделя о неполноте. Поэтому я не очень большой фанат аксиоматического метода, я лишь скажу, что в моей математике, которую я люблю, которые я рассказываю на канале, обычно аксиомы – это то, что уже как бы тривиально можно увидеть. Вот просто видишь, и как бы оно очевидное. Из таких вещей я исхожу как аксиом. Как из аксиом. Ну, а дальше рассуждения проводятся, чтобы убеждать в каких-то более сложных вещах. Ну, собственно, какие бывают типы доказательств и способы рассуждать можно увидеть только на примерах. Поэтому начнем с первого примера. Даны n натуральных чисел. a1, a2 и так далее, а n. Доказать, что можно выбрать сумму подряд идущих из этого набора чисел. Доказать, существует некоторая сумма подряд идущих чисел из этого набора, которая делится на n при некоторых i, которая не меньше единицы, j, которая не меньше, и, соответственно, j не больше, чем n само. То есть, в принципе, допускается, что среди подряд идущих только один взят. Это тоже сумма. Вот. Значит, как проводятся рассуждения и что за метод доказательства? Таким образом, значит, что за метод используется в этом доказательстве? Здесь можете поставить на паузу и подумать сами. А я открываю карты. Прежде всего, рассмотрим вот такие n выражений. То есть, каждый раз добавляю очередное число. И возьмем их остатки от деления на n. Два варианта. Либо один из остатков 0. Тогда все доказано. И равно единице, j, какое получилось там, соответствующей суммой частичной. Либо нулей среди этих остатков нет. Но тогда среди этих n чисел остатков от деления на n различных только n-1, потому что нуля нет. И вот принцип Дерихле. Кролики и клетки. Это первый, самый такой интуитивно очевидный способ доказывать что-то. Это апеллировать то, что пять кроликов в четыре клетки не рассадить. Все равно в какой-то клетке будет их минимум два. Это означает, что если в данном случае n вот этих чисел дают n-1 разный остаток, да, только n-1, то два таких числа дают один и тот же остаток при делении на n. Ну, например, вот это и вот это. Что мы тогда делаем? Вычитаем из этого это и получаем, что а3 плюс так далее плюс аn делится на n. Ну, а, соответственно, если какие-то другие, то тоже получается, что тут сумма от а1 до аи, тут сумма от а1 до ажи. Вычитаем, все, у нас все готово. Есть сумма подряд идущая, которая делится на n. Вот такой вот способ, основанный на, в принципе, Дерихле. И это такая детская математика. Ну, типа, первый-второй класс уже часто на кружках начинают это рассказывать. А мы переходим к следующему пункту, который называется метод фундирования. Ну, на самом деле, у него нет какого-то названия вот общего. Он по духу как бы, это по духу бесконечный спуск вниз. Типа там принцип ферма. Это ферма придумал бесконечный спуск. Вот два доказательства таким образом мы проведем. Задача номер один. Бизнесмен заключил... А, уже номер два задача, да, у нас. Задача номер два. Бизнесмен заключил сделку с чертом. А именно, каждый день бизнесмен дает черту какую-то купюру, а он взамен любое количество купюр меньшего достоинства. Доказать, что бизнесмен обязательно разорится. За конечное время. Такая немножко контринтуитивная, потому что кажется, что, ну, он будет просить там все больше и больше. С каждым разом все больше, конечно, денег, да. Но в чем тут дело? Вот смотрите, в чем дело. Он, когда выдает купюру данного достоинства, у него появляются купюры только меньших достоинств. Пусть купюры бывают там, допустим, 5000 рублей, 5000, 2000, 1500, ну, я уж не знаю, там 200, 100, да, и 50. Но купюр меньше уже нет. Десятки, по-моему, не в ходу давно. Значит, соответственно, если этих там было какое-то количество, допустим, 15, да, там, этих 13, этих 28, изначально были какие-то количества здесь, да. Ну, вот теперь смотрите, что происходит. С каждым разом, когда он дает одну из купюр черту, он понижает, значит, понижает количество вот соответствующих купюр, ну, а увеличиваются все, которые идут внизу, правильно? Ну, давайте посмотрим. Значит, предположим, что он, ну, если он выдавал все время вот эти 50-ные купюры, то они просто у него в какой-то момент кончились и все. А, следовательно, следовательно, на самом деле, в какой-то момент, если он не разорился, тут, кстати, уже начинается и от противного, да, метод от противного, предположим, что он не разорился, да, ну, тогда он долгое время выдавал, если он всегда выдавал 50-ные купюры, это невозможно, 50-ных купюр, конечный список все равно. Значит, в какой-то момент он выдал какую-то купюру с достоинством больше, чем 50. Ну, давайте посмотрим на, тогда на момент вот выдачи там купюры размером 100. Если он вообще все время выдавал только купюры размером 100 и 50, то тогда все равно кончатся они по следующей причине. Потому что каждый раз, когда выдаешь купюру размером 100, добавляется некоторое количество размером 50, но этих неумолимо становится все меньше и меньше. То есть ясно, что все равно за конечное число шагов купюр размера 100 тоже, они тоже все исчезнут, да, ну, а потом, понятно, исчезнут те, которых размером 50. То есть мы теперь еще апеллируем к индукции, да, как тут много всего сразу от противного по индукции и бесконечный спуск. Вот уже три метода доказательства в одной задаче. Хорошо, предположим, что мы доказали, что ему необходимо пользоваться, кроме вот этих всех купюр, еще и какими-нибудь из этих. И докажем, что тогда, на самом деле, ему необходимо пользоваться и какими-то из этих. Ну, смотрите, если он, значит, если мы знаем, что за бесконечное количество шагов нельзя с чертом, значит, общаться, используя только вот этот список купюр, тогда это означает, что в какой-то момент придется обратиться к этой или более высоким. Ну, давайте, пока у нас мы хотим доказать, что нельзя пользоваться тысячной и всеми низшими, значит, бесконечное количество шагов. Итак, так как этими нельзя бесконечное количество шагов, то в какой-то момент вы выдадите тысячу ему. Так, в этот момент у вас увеличатся вот эти вот, любым образом увеличатся вот эти купюры, но тысячных станет на одну меньше. За конечное время эти все исчезнут по доказанному. Значит, вам придется еще одну тысячную использовать. За конечное время опять эти все исчезнут, значит, придется еще одну тысячную. Ну, и видно, что тысячные тоже кончатся за конечное время. И вот индукционный шаг, да, то есть мы говорим, что если мы доказали, что вот этими нельзя торговать бесконечное количество времени, то и этими нельзя. Ну, и так вот мы как бы дойдем по индукции, дойдем до самого верха и выясним, что и эти тоже в конце концов кончатся. Ну, тогда это означает, что он может быть очень нескоро, но все равно разорится. Ну, тут, конечно, предполагается, что он может жить вечно, да, и черт тоже. Ну, видимо, когда он разорится, он тогда и умрет. Сложная, красивая задача, в которой три метода доказательства сразу используются. Так, еще, еще есть методы доказательства, которые, ну, как бы, они связаны просто с логикой рассуждений. Вот смотрите, задача такая. Девять монет. Одна фальшивая тяжелее других. Задача из Форта Боярд. Там, правда, восемь было. Одна тяжелее других. Остальные настоящие? За сколько взвешиваний можно их обнаружить? Здесь доказательство состоит в переборе всех вариантов. После того, как вы догадаетесь до того, за сколько взвешиваний, вы должны будете аккуратно перебрать все варианты. И этот метод доказательства, естественно, носит название доказательства переборным способом. Ну, как говорится, перебор тоже должен быть умный. Ну, во-первых, видно, что за одно взвешивание вы ничего не определите. Понятно, что при одном взвешивании, ну, как бы, если даже на одной чаше весов одна монетка, то есть либо часть монет останутся, либо на какой-то чаше весов слишком много монет, и ничего между ними уже понять будет нельзя. Поэтому ясно, что одним взвешиванием здесь не обойдешься. И вот сюрприз в том, что двумя можно уже вполне довольствоваться. Смотрите, фокус-покус. Кладем так и так. Теперь варианты. Вот теперь начинаем перебирать варианты. Левая тяжелее. Тогда что? Тогда среди вот этих, очевидно, это тяжелая. Да? Она же только одна тяжелая, остальные все одинаковые. Хорошо. Если среди этих одна тяжелая, то мы кладем две из них сюда, а третью просто оставляем в сторонке. Итак, на первом взвешивании мы взяли две из этих кучек и положили на весы. Дальше идет перебор. Если левая чаша весов перевесила, то мы берем два из них, сравниваем. И опять перебор трех вариантов. Если одинаковая, то ровно последняя и есть та, которая нам нужна. Если здесь больше, то вот эта была тяжелой, если меньше, то этой. То есть в этом случае мы все нашли. Совершенно аналогично будет, если вот эта тяжелее, правая. То же самое. А если они равны, то что? Правильно, тогда мы эти три оставшиеся, среди которых, естественно, и должна быть тяжелая монета, потому что она только одна, и значит, если они равны, они все нормальные. Вот с этими проделываем ту же последнюю операцию, тоже откладывая одну монету в сторону. Вот мы взяли и методом перебора решили эту задачу. Вот, ну и сейчас еще расскажу про пару методов, которые тоже я очень люблю, которые тоже в доказательствах часто используются. Итак, следующий метод доказательства, который я вам расскажу и проиллюстрирую, называется метод построения инварианта. И он на самом деле, он выводит на совершенно передовые разделы математики, то есть в современной высокой математике, он как бы используется сплошь и рядом. Ну, все используются там в разных моментах, разные фрагменты рассуждений, пользуются всеми упомянутыми методами. Но это такой продвинутый метод, реально продвинутый. Я его иллюстрирую на двух примерах. Первый пример простой, второй посложнее, но тоже не очень сложный. Шахматная доска, вырезаны два противоположных, значит, этих самых, две противоположных клеточки. Итого получается у нас тут 62 доминошки. Можно ли, ой, 62 клетки, можно ли их, эти клетки, замастить доминошками 2 на 1? То есть как-то вот так, ну, понятно, вот, ну, мастить, мастить, мастить и все вымастить. С первого взгляда кажется, что почему бы и нет. 62 делится на 2, 31 доминошка и все такое. Но если вы начнете пытаться это замощать, да, у вас все время будет оставаться две клетки и все время в разных местах. Вот просто можете взять и потренироваться с этим несколько раз. Будет вечно облом такой, как бы, и каждый раз будет облом. То есть вы, наверное, как бы надеваете на себя кафтан физика и говорите, это задача экспериментальная. Поэкспериментировав сто раз, мы вполне уверены, что это невозможно. Это установлено, невозможность, экспериментальным путем. Программист скажет, запустим программу на суперкомпьютере, она переберет все варианты замощений. Пройдет 500 миллиардов факториал лет. И компьютерная программа остановится и скажет, что все варианты перебраны. Нет возможности замостить. И он скажет, ура, вот я доказал. А что сделает математик? А математик скажет, смотри, если мы раскрасим шахматную доску в черные и белые цвета, так как на самом деле она раскрашена, то вырезаны либо два черных, либо два белых. Можете просто приглядеться. Либо так это получается, либо наоборот. То есть если мы в обычной шахматной доске посмотрим на эту ситуацию, то по диагонали будут идти клетки одного цвета. Поэтому вырезаны на противоположных местах клетки одного цвета. Ну, например, если вырезаны белые, то число белых клеток осталось всего лишь 30, а число черных — 32. И разница между числом черных и числом белых равна 2. Ну, а теперь все очевидно, правда? Потому что каждая доминошка, она всегда закрывает одну черную и одну белую. Поэтому при укладывании доминошек вот эта разница никогда не может измениться. Всегда это на единицу уменьшается и это. И так как задача стоит то, чтобы уложить всю эту карту доминошками, то есть сделать так, что не останется ни черных и ни белых, то это означает, что задача невыполнима, миссия невыполнима. Нужно из двух, вот это значение этого выражения сделать, вначале оно было равно 2, а оно должно стать равным 0. Ну, вот понятно, что это невозможно, потому что оно не менялось по ходу выкладываний, как бы вы не выкладывали. Вот, математик сэкономил себе нервы, значит, в отличие от физика, и сэкономил себе миллиарды факториалов лет, в отличие от программиста. Ну, тут не миллиард факториалов, тут всего лишь там, наверное, 100 факториалов. Совсем немножко, да? Вот. Вторая иллюстрация понятия инвариант. Задача. У вас есть 6 куч камней. Первый один камень, во второй два. Третий три, в четвертый четыре, в пятый пять, а в шестой, да, прям шесть. Вы можете брать камни, которых сколько угодно вокруг, и одновременно добавлять по одному камню, давайте нарисуем, что вот так было в начале, да, а дальше вы добавляете одновременно два камня. Ну, можно, в принципе, в одну колонку два сразу, можно в разные, но нужно добавить, как бы, всегда ровно два камня. Ну, нельзя добавлять по одному камню, только по два. Задача уравнять количество камней. Может быть, сильно больше их сделать, да, везде, чем было. Но главное, чтобы их было поровну. Ну, наверное, уже догадываетесь, да, что она не решается, эта задача. Решения у нее нет. А как это доказать? Ну, давайте тоже придумаем какой-нибудь инвариант. Сколько в начале было камней? Один плюс два плюс три плюс четыре плюс пять плюс шесть. Что это? Ну, короче, это двадцать один. А сколько будет камней после того, как я прибавил к ним два? Двадцать три. А если еще два? Двадцать пять. А если еще? Двадцать семь. Видно, что количество камней в сумме во всех этих кучах никогда не будет четным. Оно, ну, как бы, мы прыгаем только через два. Поэтому оно всегда остается нечетным, как оно было с самого начала. Но если мы требуем, чтобы количество камней было, уравнялось бы, да, во всех кучах, то тогда это количество камней делилось бы на шесть. Потому что куча шести, в каждое одинаковое количество. Ну, делясь на шесть, оно будет четным, да. Вот. И это означает, что никогда, ни при каких условиях вы не сможете добиться такой ситуации. Потому что из нечетного числа четное не сделать прибавлением двоек, сколько бы вы их не прибавляли. Вот. Здесь мы сталкиваемся с таким вот существенно математическим понятием из логики рассуждений, что чего-то вообще нельзя, сколько ни старайся, и математик может это понять за очень конечное небольшое время, ничего не перебирая. Вот этой ситуации нет ни в одной другой науке. Это как бы, вот это доказательство, формальное доказательство того, что математика выше всех абсолютно остальных наук. Вот. Вот такой фашизм возник. Но ничего не поделаешь, он как бы по существу, это просто факт. Хорошо. Теперь я хочу еще два рассуждения провести, которые уже как бы, наверное, нам доступны. И этим завершить данный урок. Первое рассуждение будет такое, как бы, оно методом бесконечного спуска будет установлено, что корень из двух, да, что такое корень из двух? Ну, это диагональ квадрата, у которого сторона единичка, по теореме Пифагора равен корень из двух. Вот этот корень из двух, он не является, не является дробью, то есть рациональным числом, не является отношением двух целых чисел. Вот. Как я буду это доказывать? Ну, смотрите, как я это буду доказывать. Предположим, что корень из двух стал какой-то дробью, да, все-таки на самом деле, что есть это. То есть берем от противного, действуем от противного, и сейчас будем применять бесконечный спуск. Пусть это верно. Тогда верно, что 2 равно m квадрат делить на n квадрат. Но тогда, да, что у нас происходит? У нас 2 умножить на n квадрат равно m квадрат, да, вот такое, получается такое равенство, да, что удвоенный квадрат одного числа равен квадрату какого-то другого числа. Из этого должно следовать, что вот это число делится на 2. Ну, потому что нечетное число, если вы введете в квадрат, оно останется нечетным. А здесь левочетное стоит. Да, хорошо, но если m делится на 2, то значит, как бы, m пополам это целое, но тогда m квадрат это 2, это 2 умножить на m с волной в квадрате, да. Но если вы взведете квадрат, получится, что это 4m с волной в квадрате. И после сокращения на 1 из двоек возникнет ситуация, что n квадрат равно 2m с волной в квадрате. Блин, теперь n, оказывается, делится на 2, да. То есть это значит, что эту исходную дробь мы как бы не досократили, да. Ну и, в общем, на самом деле сейчас будет шаг за шагом, у меня n будет делиться на 2, из этого будет вытекать, что m с волной, то есть половина m тоже делится на 2. Из этого будет вытекать, что половина n делится на 2, и у нас будет у m и n бесконечная делимость на 2. А это невозможно, потому что, по крайней мере, какая-то степень двойки точно больше m, и больше n. В принципе, можно было сократить это доказательство, просто предположив сразу, что мы сократили эту дробь, если она несократимая, то либо m не делится на 2, либо n не делится на 2, и тогда уже в два шага мы приходим к противоречию, что вот из этого равенства видно, что m должно делиться на 2, а значит, на самом деле, в этом равенстве n не делилось на 2. Но после вот этого вот рассуждения и сократения на двойку, мы получаем, что n квадрат равно 2 умножить на m с волной в квадрат, и что n тоже делилось на 2. Ну, как бы приходим к противоречию с предположением, что мы дробь сократили до конца. Ну вот, не мытьем, так катанием, корень из двух не является рациональным числом, ни дробь. Никакие два целых числа при делении друг на друга не дают корень из двух, диагональ квадрата. Ну и последнее, очень красивое, мне оно очень нравится. Задача такая, доказать, что число из 3 в степени k единиц делится на 3 в степени k. А как? То есть 27 единиц, репьюниты, это называется репьюниты, такое число, репьюниты, когда одни единички, ну в какой-то системе исчисления, в нашем случае обычной. Вот. Значит, ну то сейчас, там если 81 единицу написать, то на 81 делится, да, 27 единиц на 27 делится. Ну что, проведем классическую индукцию. Индукцию вообще невозможно объяснить, никак, кроме как на примерах. Что я начинаю? С чего я начинаю? Я начинаю с того, что 3 единицы, да, 3 единицы, 1, 1, 1, 111 делится на 3. Ну, можете по признаку делимости натрия, можете, потому что это 3 умножить на 37, как хотите. Вот. Хорошо, значит, если k равно 1, то все верно. А, значит, ну если бы я был формалист, я бы попытался понять, что значит число, состоящее из 3 в нулевой единице, что означает, что оно делится на единицу. И сказал бы, что не важно, что это означает, важно, что на единицу делится любое число. И это был бы тоже принцип математического мышления, но, наверное, для начального вводного курса это уже было бы слишком. Поэтому начнем с k равно 1, где все понятно, что имеется в виду. Число из нуля, единиц, не понятно, что это, а число из 3 единиц, это все-таки понятно, это 111. Хорошо, теперь я хочу сказать следующее, что из того, что число из данного количества единиц 3 в степени k делится на 3 в степени k, я могу вывести, что утроенное в длину число, то есть когда я взял раз, потом снова раз, и снова раз, да, и вот у меня как раз и получилось, да, вот в этом наборе уже 3 в k плюс 1 единиц, да, 3 в k плюс 1. И я хочу доказать, что это число, оно тогда делится на 3 в k плюс 1, если я доказал, что вот это длины 3 в k делится на 3 в k. То есть такой переход, предположим, что я уже установил, что такое число делится на 3 в k. Как тогда установить, что такое делится на 3 в k плюс 1? А просто разделить его на 3, ой, разделить его на вот это вот число, вот на это, на самом деле получится, что это вот это вот, вот это вот количество единиц 3 в k, да, умножить на что? 1, потом куча нулей, 1, куча нулей и еще один. То есть тут уже нужно аккуратно понять, что это за число, чему оно равно. Оно равно числу из 3 вк, а то единицу умножить на вот такое число. Ну и все, потому что и это число делится на 3 вк, а это делится на 3 по признаку делимости на 3. А значит все вместе делится на 3 вк плюс 1. Итого, я умею доказывать базу индукции, а именно 111 делится на 3. И я умею выводить из того, что число из 3 вк, а то единиц делится на 3 вк, то что число из 3 вк плюс 1 единиц делится на 3 вк плюс 1. Из этих двух утверждений следует, что для любого ель число из 3 вельты единиц делится на 3 вельты. Ну вот сами просто поймите почему. Это и есть принцип математической индукции, на чем я и завершаю этот урок.